МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экспозиция «Сокровища Донских степей» выставлена в обновленном золотом зале. Под увеличительным стеклом нужно рассматривать некоторые ювелирные вещи. Вот золотой перстень времен Орды, на котором изображена условная фантастическая шагающая птичка, рассказывают в музее. Аналога этому предмету в мире пока не найдена. И современные ювелиры уже не могут повторить филигранную технику древних мастеров. Такая техника, как техника зерни. Мельчайшие капельки золота, которые мы видим на многих наших уникальных древних вещах. К сожалению, современные ювелиры могут делать технику зерни, но не настолько изящные, как это было еще до нашей эры. Даже у знаменитого Фаберже не получалась такая мельчайшая техника зерни. Вот редчайший артефакт, скидский горит, золотая обкладка футляра для лука и стрел со сценами жизни Ахилла. И золотая обкладка ножен меча с изображением грифона, терзающего лань. Железный меч удалось отреставрировать и сделать консервацию в лаборатории Эрмитажа. Несколько предметов из моих раскопок точно так же попадали в лабораторию Эрмитажа. И потом возвращались уже в совершенно другом виде сюда. И вот наши те золотые сережки, золотой браслет и так называемая гривня, шейное украшение. Они были найдены на окраине Ростова в Кобяковском городище в 2007 году. И это уже не милые дамские мелочи, а достояние истории, как вот эта золотая гривна или калав – женский головной убор скифов, который удалось реконструировать. Я, как и многие из здесь присутствующих, сегодня неоднократно бывал в этом зале и самостоятельно, и с гостями, и с членами семьи, потому что всегда этот зал вызывал интерес. И сегодня, по ощущениям, это восхищение, прекрасная работа работников музея. 110-летие Краеведческого музея готовились отметить в мае. Но возможным это стало только осенью. На открытии обновленной экспозиции пригласили коллег из донских музеев – ростовских, а также из Таганрога, Новочеркасска и Азова. Ведущим сотрудникам музея-юбиляра от имени губернатора вручены благодарственные письма и награды. Галина Белоусова, Андрей Токарев, Ростов-на-Дону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова